Информационная тишина. Организации игнорируют домашние приюты для животных. Друзья, сейчас во многих городах идет организация и отправка гуманитарной помощи. В том числе отправляют еще и в наши местные приюты для животных. Хозяйка домашнего мини-приюта Собаки Семашка уже обращалась в некоторые подобные организации. Собственно, их вы очень часто и упоминали в комментариях, поэтому с них в первую очередь мы и начинали. Поэтому старые названия повторять не надо. Просила и наш приют женщина внести в список получателей помощи, но ответ на все ее письма и просьбы женщины одна лишь тишина. Может это от того, что приют Собаки Семашка является домашним. Да, собственно, и другие приюты тоже обращались и тоже была тишина. Над трудностью оформления официального статуса в ДНР мы уже неоднократно писали, но разве суть в этом? Он хоть и называется домашним, но это только формально. Он отнюдь не маленький. Сейчас только у одной Марины Абельдяева на попечении более ста хвостов. Это не котики, это собачки большие, которым нужен постоянный уход и кормление. И волонтер очень хочет попросить вас, если есть у вас информация о благотворительных организациях, которые организовывают гуманитарную помощь в Донецкую область, пожалуйста, сообщите им о нас, о наших проблемах, о наших попытках выжить. Или возможно у вас есть там знакомый или выход какой-то на них. Также Марина Абельдяева будет рада вообще любой информации о подобных конвоях и организациях, чтобы она со своей стороны смогла рассказать о нас и о нашем бедственном положении. Волонтер готова, чтобы ей сразу вы, допустим, писали в директы Инстаграма, на почту Mail.ru, есть Viber, WhatsApp, Telegram, да все что угодно. Любые контакты мы вам предоставим. Точно так же вы можете даже без нашего спроса давать контакты волонтера тоже Марина Абельдяева, включая страничку в соцсети ВКонтакте или в Инстаграме. И чтобы ей уже они сами писали в директ. То есть любой вариант, как связаться, только лишь бы была помощь. Помощь может быть не обязательно в виде спецкормов, как некоторые думают, или лекарств для животных. У нас всегда огромная потребность также в крупах и макаронных изделиях. После того, как местное их производство у нас разбомбили, уже нет надежды, что в магазинах эти продукты в ближайшее время появятся по адекватной цене. Как нет и гарантии на то, что вскоре начнутся поставки этих продуктов изне. Марина Абельдяева уже полностью осознает, что без постоянной помощи долго мы так не протянем. И заранее благодарим всех за информационную поддержку. Также волонтер рассказала, что друзья приюта собаки Семашка организовывают отправку из Москвы по ссылке ветпрепаратами для ее приюта. Если кто-то пожелает присоединиться и помочь закупке или отправке этих лекарств, будем очень рады. Также волонтер предоставит или пишите у нас в комментариях. Мы напишем инстаграм этих ребят, которые отправляют для приюта Марины все необходимое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!